Вы знаете, что ни русская баня, ни финская сауна, ни турецкий хамам, ни японские термальные ванны, ни другие процедуры с нагреванием вашего организма не увеличивают продолжительность жизни. Во всяком случае, в том виде, как их сегодня используют. Потому что все эти процедуры можно отнести к одной категории тепловой стресс. А стрессовые факторы нужно к ним правильно готовиться, правильно сопровождать и правильно выходить. Если вы это знаете, тогда все эти процедуры будут вашу продолжительность жизни увеличивать. А если не знаете, ну, увы, сокращать. К сожалению, ваши знания у большинства из вас, ну, они из книг, которые переписываются из старых источников, где лежат эмоции. Здорово, прекрасно, супер, пришел, попотел, оздоровился, вышел. Вы знаете, это все здорово. Это все прекрасно. Если бы это так было реально вот так все просто, то бани и сауны стояли бы фактически в каждой больнице. А там этого нет. Вы не задавайте себе вопрос, почему в больницах ни баню, ни сауну вы не встретите. Там ванны есть, но только в физиотерапевтическом отделении. Там, где врач знает, что поместив человека в ванну определенной температуры, он оказывает определенное воздействие на его уровень здоровья. Он его проводит и выводит его с повышением, с улучшением. И это врач должен знать. Вы это знаете, так вы не просто в ванну идете, вы идете в среду с более высокой температурой. И вы считаете, что вот такое самолечение принесет вам здоровье? Статистика говорит о другом. Я об этом скажу чуть позже. Да, конечно. Бани, сауны есть при санаториях, при профилакториях, в домах отдыха. Совершенно верно. Но вы обратили внимание, на каком уровне здоровья туда человек едет? Прежде чем туда попасть, нужно зайти к врачу, он вас исследовал, проверил, нет ли у вас обострения хронических заболеваний. Только после этого ставить птичку, добро, едьте, оздоравливайтесь. У вас должен быть запас прочности. Тогда вы получите плюс. Потому что там вы одновременно получите правильное питание, охранительный режим, спокойно, все хорошо. Другие стрессы исчезли. И вы легко перенесете вот такой вот стресс. Если вы этого не понимаете, ну, к сожалению, вы очень сильно рискуете. На эту тему я написал в свое время вот такую брошюрку, к сожалению, на украинском языке. Но думаю о том, как опубликовать еще и на русском. Синдром молодого менеджера. Это состояние, которое, в принципе, когда человек идеализирует такую опасную ситуацию, как перегревание своего организма. И считает, что всегда плюс, да, в книгах не напишут минус. Книгу не напишет чемпион по отсидке в парной, который погиб в этих условиях. Казалось бы, знаете, если я понимаю правильное питание, применяю один раз в день, хорошо. Два раза в день, лучше. Три раза в день, о, совсем хорошо. Если 4-5, то все прекрасно. К сожалению, к бане, к сауне и другим термальным процедурам это не относится. Тут чем больше, тем может быть хуже. Тут вопрос, в принципе, разумной достаточности. Именно поэтому я вам приведу еще одну статистику. Простая статистика. Вы знаете, в Советском Союзе, когда у нас государство было, оно имело определенные особенности. К экологии относились, она была на десятом месте. На первом месте было производство и любой ценой. Поэтому об экологии никто не думал. Все трубы, которые торчали из земли, все коптили. Какие-то трубы стояли в сторону ближайшего водоема и сливали туда нечистоты. Все это было. Те, кто работали на этих производствах, у их условиях труда, да, думали. Но, знаете, в последнюю очередь, в первую очередь был план любой ценой. Люди жили, питались, как хотели, как попало. Ну, спасибо, пища была натуральной. Хоть в этом плане был большой плюс. И при всем при этом у нас бань. Ну, бань это была пародия на то, что мы имеем сегодня. Продолжительность жизни у женщин была около 78 лет, у мужчин около 75. Средняя продолжительность. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, количество производств работающих резко сократилось. То есть, выброшив в окружающую среду, уменьшились. Количество бань сам резко увеличилось. Вы наверняка имеете свою баню или сауну. А у вас находится просто в пределах досягаемости. Либо часто заходите к кому-то попариться. Либо хотите попариться. И часто вы это делаете. Вопрос. Почему средняя продолжительность жизни, ну, во всяком случае, Россия и Украина, имеют около 60 лет? На 20 лет откат. У средней продолжительности жизни. Вопрос. Почему? Если доступность оздоровительной процедуры увеличилась, и эффективность должна бы увеличиться, потому что все вы знаете, как правильно париться. Почему разница такая? А потому что не только это имеет большое значение. Баню, сауну нужно вкладывать в систему под названием здоровый образ жизни. То есть, правильно к ней готовиться, я расскажу, как. Правильно сопровождать и правильно выходить. Если вы это знаете, да. Согласен. Плюс. Будете жить лучше, будете жить дольше. Если вы это не знаете, будете рисковать. Ну, очень важный момент, как часто париться. Ну, что говорят банщики? Париться реже раза в неделю, бесполезно, бессмысленно, вы загрязняетесь, и оздоровление вам это не дает. Ну, в принципе, с точки зрения врача, понимаю, да, это действительно редко. Есть другое мнение, другое полярное мнение. Раз в день. В принципе, я понимаю банщика, который говорит, заходите мне каждый день. Не вопрос. Сегодня это экономика. Нужно ли вам это поздоровить? Думаю, что не очень. Почему, расскажу. Пример самый простой. Вы помните, лет 10 назад в Европе температура поднялась в окружающей среде, так где-то между 30 и 40 градусами. Сколько на термометре в бане, вы знаете. Сколько тысяч потеряла Европа за короткий промежуток времени, дополнительный, вы тоже знаете. А знаете почему? Потому что при нагревании организма усиливается потоотделение и кровь становится более густой. Это нагрузка на сердце на сосуды. Плюс там есть еще белки свертывающие системы крови, которые тоже могут сворачиваться. Это все провоцирует обострение заболеваний со стороны сердца, сосудов и как минимум почек. То есть больные с сердечной недостаточностью, больные с миокардиодистрофией, больные с гипертонической болезнью или с гипотонией, с ВСД по гипотоническому типу, больные с атеросклерозом сосудов, маркером которых является перенесенные инфаркты и инсульты, либо такие заболевания у вас в роду. Это говорит о том, что вы находитесь в зоне риска. Люди с хронической почной недостаточностью, они все находятся в зоне риска. Почему? Потому что у них есть проблема. У них есть проблема с сердцем, сосудами. И вот такая длительная тепловая процедура, она для них опасна, в случае, если они не применили правильное питание, соответствующее вот этим температурным условиям. Если питание изменено, не вопрос. Вы будете в безопасности. То есть если вы подготовились к такому длительному перегреванию. Если питание не изменено, вы в опасности. Потому что увеличивать только жидкость человеку с проблемами с сердцем и сосудом, ну, оно, конечно, интересно, но очень нагрузочно. Потому что он не может управлять малым объемом жидкости. Чаще всего есть одышка. При небольшой нагрузке есть отеки. И добавить воды в эту систему это способ ее сорвать. Поэтому таким путем идти нельзя. И я чуть позже расскажу, почему париться один раз в день опасно. То есть ежедневный заход в баню, в сауну кратковременный. Зашли, попарились, попотели и ушли. Так нельзя. Организм не успеет восстановиться к следующему заходу. Если вы хотите проверить мои слова, попробуйте. Сделайте перед этим пробы на активность сердца. То есть сделайте хотя бы белую эргометрию. Походите вот так, а потом сделайте через недельку другую. Сравните показатели. Я думаю, что вы убедитесь в том, что такой способ парения не подходит в принципе. Правда, сердце вы уже потеряете. Частично. Поэтому так делать нельзя. Все-таки золотая средина она есть. И я согласен с банщиками. Если вы хотите париться и использовать баню как активный оздоровительный очистительный фактор для вашего организма один раз в неделю. реже. Ну, можете. Раз в две недели в принципе тоже пройдет. Чаще не советую. Почему? Потому что когда вы попадаете в баню либо в сауну, вы попадаете в среду, где снаружи вас более высокая температура и для того, чтобы быстрее возникло потение там разная степень влажности. То есть чем более высокая влажность вокруг вас, тем при более низкой температуре идет потение. То есть тут все понятно. То есть если это турецкий хамам там температура самая низкая но влажность самая высокая. Если берем финскую сауну там все наоборот. Там температура самая высокая но самая низкая влажность. Русская баня находится посреди. Поэтому в принципе она считается более комфортной процедурой что получается когда вы перегрели свой организм организм защищается его задача в этих условиях выжить поэтому идет прилив крови кожи идет активное потение кожа становится более красной и что получается в этой ситуации организм сопротивляется этому методу понятно важно не перегревать об этом знают банщики это понятно тоже но какая опасность появилась вашем организме кров находится под кожей основная масса кишечник пустой пищеварение там не идет но остатки пищи там всегда есть бактерии там всегда есть и плохие бактерии и условно-патогенные условно-хорошие в этих условиях становятся все плохие потому что кровообращение нет пищеварения нет пища которая там осталась досталась и идет брожение или гниение в кишечнике что получается у вас после бани мощная когда кровь туда зашла вымыла эти токсины мощный токсический удар по печени следующий удар получают почки фактически вы если вы неправильно подготовились у вас не было правильного питания до бани у вас активируется в кишечнике дисбактериоз такое видео на моем канале вы можете найти еще месяц я говорил еще когда предупреждал но не все его слышали и не все сейчас обращают на это внимание дисбактериоз кишечники минус 30 процентов жизни то есть если вы ходите в баню неподготовленной пищеварительной системой о каком продолжительности жизни о каком увеличении продолжительности жизни вы можете говорить а в кишечнике могут быть и более опасные вещи там есть листы там есть паразиты статистика на советском пространстве советского союза говорит пять процентов при нашем то уровне гены при нашем то отношении к правильному питанию к рациональному питанию и приготовлению продуктов сколько у вас досточек на кухне должно быть 5 и 5 ножей для разных типов продуктов и стол у вас должен быть ну разлет скажем так по приготовлению продуктов метра три какое у вас место на кухне для приготовления пищи если вы вот здесь режете рыбу или мясо то зелень зала быть закрытой и хлеб должен должен быть закрыт на расстоянии метра три капли летят режете клетку она разрывается и капли летят если вам не повезло в этой капле полетел яйцо паразита и попала в клетку вопрос разобьются паразиты вашему имели не такие видео на моем канале тоже кстати чтобы вам было проще найти вы можете подписаться на мой канал кнопочка подписки тут нажали одним кликом на подписчик канал любое удобное время можете найти видео на моем канале и более 400 и я вас уверяю я еще не все темы осветил которые хотели поэтому если вы не подготовили свою пищеварительную тему то естественно в бане вы получите плюс а выйди из бани вы громадный минус поэтому вы должны думать о том как подготовить свой организм такой достаточно нагрузочной процедуре чтобы не кормить листовый паразитов второй фактор связанный собственно с баню да вы нагреваете свою кожу вы нагреваете кровь организм нагревается весь поэтому вы нагрелись а потение продолжается заранее продолжает охлаждаться потерь ничего не закончилось вы зашли следующий раз парную и вот таким вот образом вы подогреваете свой орган все это здорово потение внешний эффект есть вы очищаете свой организм но знаете в крови есть белки которые выполняют разные функции эти белки при нагревании имеет тенденцию сворачиваться ну одним из самых первых сворачивается такой белок называется фибриноген при сворачивании он образует белок фибрин а это сгусток сворачивание фибриногена происходит всего при пяти шести градусов вы смотрели какая там температура кто-то просто звонит самый нетерпеливый я его позже перезвоню поэтому переливание в бане приводит потому что фибрин свернулся фибриноген свернулся фибрин есть и часть людей к сожалению после бань когда они неправильно к ним относятся у них могут образовываться тромбы сосудов легко и просто тут понятно почему вы теперь понимаете поэтому очень важно правильная подготовка вот тут очень важно правильное потение главное не перегреться следующий белок который сворачивается всего 67 градусов это белок альбумин а это главный транспортер вашей крови который полезные вещества витаминные микроэлементы другие полезные вещества несет к клеткам а а таксими шлаки от клеток связывает и пытается их там где-то сбросить через выделительную систему белок свернулся ваш организм вне бани тоже же работает ему нужно обеспечить правильное питание как вам альбумин обеспечит правильное питание если он свернулся как альбумин обеспечит очищение вашего организма если он свернулся в баню или в сауну там еще лучше вопрос но это не единственный вопрос частью белки глобулины в бане не сворачиваются там в высшей температуре если вы перегреете вы до них можете добраться 69-73 градусов температурный диапазон для сворачивания белков глобулинов по дороге 70 градусов сворачивается гемоглобин переносчик кислорода и углекислого газа ситуация не самая простая с белками в бане но она становится проще если у вас хорошо работает печень потому что после бани задача печени вот эти свернувшиеся белки по шустрому убрать отфильтровать а печень фильтрует 30 процентов вашей крови за сутки всего кровообращения то есть она постепенно выберет все эти белки ей для этого нужны в принципе часы при хорошей работе и заменит на новые на свежие вопрос что вы делаете для своей печени вы знаете что делать если у вас есть печень ну скорее всего что нет я знаю есть такая книжка при желании вы можете ее заказать не вопрос контакта вы видите это очень серьезный процесс а у большинства из вас у многих во всяком случае есть жировой гепатоз есть статогепатит есть избыточный вес есть атеросклероз сосудов есть сахарный диабет есть другие признаки там подагра при которых печень работает плохо и что вы собираетесь рисковать дальше жизнью или все таки может займетесь своим организмом системным к нему отношением потому что это тоже очень важно свернуть белки легко и просто вопрос как их восстановить кто их будет вам восстанавливать если печень у большинства из вас не работает эффективно вопрос большой вопрос есть еще один компонент который часто используют в банке это патагонные чаи вы знаете их можно использовать в бане но ни в коем случае не патагонные я бы советовал чаи я разрабатываю фитопрепараты есть у меня фитопрепараты которые можно использовать я их не делал исключительно под баню но их можно использовать в подготовке в бане и после бани ну во время бани там будете водичку пить правильно но я могу разрабатывать и чаи под баню Чтобы правильно подготовить людей к этому. Это достаточно сложный процесс. Чтобы можно было и в бане пить безопасно. И поддерживать ваш уровень здоровья. А не терять его. Когда вы принимаете патагонный чай, для того, чтобы появилось больше пота, нужно нарушить более мощную систему удаления воды почки. И частое употребление патагонных чаев это путь в почечную недостаточность. Увы, те, кто часто используют бани, они этот диагноз знают. И я хотелось бы задать им вопрос. А вопрос вы себе сами задавали? Почему очищая свой организм, помогая своему организму, у вас появилось почечное недостаточность? Нет, не задавали. Задайте. Подумайте на досуге. Но это не единственная проблема. Патагонный чай делает более густой кровь. И увеличивает кардиологические риски. Увы, никуда мы от этого не денемся. Это физиология. Вы наигрываете сердечную недостаточность. Вы наигрываете другие проблемы. Зачем вам это надо? Вот тут я вот, ну, не знаю. Товарищ звонит, да. Ну, чуть позже я ему отвечу. Поэтому, если вы хотите пользоваться баней, сауной, вопрос, я не запрещаю вам это делать. Я задаю вам другой вопрос. Хотите ли вы этим пользоваться бесконтрольно? Или хотите все-таки этим пользоваться правильно? Потому что, если вы используете слишком часто, да. Ну, такая брошюра у меня есть. Как выжить летнюю жару? Провоцируйте себе такие ситуации. Кстати, летом тоже можно париться в бане. Только правильно. Если вы неправильно используете жидкость. Если вы пьете не так, как нужно. Да, я знаю, что такое вода. И как ею пользоваться. К сожалению, все брошюры на украинском языке. О русских вариантах я думаю. Именно поэтому я на основании всего этого, понимая проблему, понимая ситуацию, написал еще такую брошюру. Баня, сауна, летняя жара проверяют ваш биологический возраст. Ваши отношения к своему организму. Если оно рациональное, если оно непотребительское. Знаете, зашел, типа почистился и вышел. Если вы понимаете, что самая большая ценность, это ваше здоровье. И только вы можете его сберечь. С помощью людей, которые понимают, как это сделать правильно. Не вопрос. Вы можете ко мне обратиться. Контакты вы видите. Кстати, если с вами ходят в баню другие люди. Кнопки социальных сетей прямо под видео. Можете им отправить это видео. Чтобы они тоже ознакомились с этой информацией. Нельзя кавалерийскими налетами залетать в баню в любом состоянии. И считать, что она вам принесет здоровье. Нужно понимать, что это нагрузочная процедура, которая может помочь в очищении вашего организма. Но при определенных условиях, если вы их сами себе создадите. Напомню еще раз. Если вы правильно подготовитесь к бане. Скомпенсировав те болезни, которые у вас есть. Правильно будете сопровождать баню. И правильно выйдете. Обеспечив своему организму очищение крови. От тех свернувшихся белков. Которые могут вызвать тромбозы. Или нарушить просто питание и очищение вашего организма еще на несколько дней. Зачем вам это надо? Если вы хотите к бане и к сауне относиться правильно. И получать плюсы, а не минусы. От этой великолепной оздоровительной процедуры. Обращайтесь.